Доброе утро, уважаемый трейдер. Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, разбираем ситуацию и те события, которые на рынке происходят, и то, что влияет на финансовые инструменты. Вчерашняя торговая сессия. Снова очень много новостей Садоводского форума. И, друзья, эти новости, честно говоря, очень хорошую поддержку оказали рынку и стали хорошим условием и основанием для того, чтобы не отказываться от прежних позиций, связанных с ростом курса американской валюты. Потому что то, что мы слышали вчера от президента США Дональда Трампа, снова, скажем, дало нам надежду и веру, что американская валюта просто обязана, с учетом того новостного фона, с которым мы работаем сейчас, обязана стоить больше, нежели чем текущие значения против всего спектра финансовых инструментов, ну, в данном случае, конкурентов, долларов. У нас было заседание Европейского центрального банка, и снова мы получили довольно четкие сигналы от руководства, от драки, почему еврозона нуждается, как и раньше, в действии программы количественного смещения, в низких процентных ставках и, соответственно, в тех стимулах, которые используются регулятором вот на протяжении последних трех лет. Поначалу первая реакция вы сами прекрасно видели еще до тех важных комментариев, на которые я сейчас сделаю ставку евро. Рос мы видели день, скажем, по экстремуму и европейскую валюту от дня, точнее, от уровня открытия торговой сессии больше, чем 150 пунктов, но потом последовала такая же коррекция, и хочется верить, что эта коррекция, в конечном счете, снова заведет бар в евро-доллар, пустит и приблизит к поддержке 1,20. По британцу также есть новости. Есть новости по канадскому доллару. Нефтянка наконец-таки пошла вниз. Да, одна торговая сессия, она еще ничего не значит. Но в целом хочу отметить, что общий фундамент, с которым я с огромным удовольствием сейчас с вами поделюсь, он позволит и вам тоже сделать вывод о том, что наши идеи, которые предполагали слабость рисковых инструментов и рост доллара, слабости нефти и, соответственно, слабости курса российской валюты, они имеют такое прочное стержневое основание. И, возможно, мы сможем дождаться их реализации в самое ближайшее время. Ну, давайте по порядку, чтобы досконально, опять же, поговорить по основным инструментам, не распыляться сначала в общем, а вот детально, прям по каждому активу. Нефть 69,64 – это закрытие прошлой торговой сессии. 69,78 – это те котировки, на которых уровни мы наблюдаем сейчас. Бренд у нас снижается. До этого котировался актив выше 70. И, в целом, на протяжении всего дня, вчерашней торговой сессии, позитив в отношении этого инструмента сохранялся. Оптимистичные настроения были. И были также основания на прошлом фундаменте, чтобы котировки нефти сохранили вот это растущий ралли и, соответственно, ушли выше. Но благодаря комментариям Трампа, который сделал акцент на то, что сильная экономика, которая является экономикой США, нуждается и должна быть обеспечена такой же сильной валютой. И сразу же сделал ремарку на то, что комментарии Стивена Млучина, которые являются руководителем Министерства финансов, возглавляя данное ведомство, было вырвано из контекста и совершенно неверно интерпретировано рынком. Соответственно, то ралли, которое состоялось по доллару, это причина, как вы помните, именно комментарий Млучина, обвала курса доллара и спроса повышенного на риски инструменты, оно в одночасье было сведено на нет в плане реального катализатора. И рынку пришлось быстро адаптироваться под новые водные. А эти новые водные, я думаю, обладают куда больше достоверности, чтобы формировать четкую и такую конструктивную позицию на то, что с долларом может быть дальше. Потому что если, скажем, кто-то задумался, что это значит, это значит, что Трамп, по сути, решил провести, скажем, работу над ошибками и оправдался Зам Млучина и дал понять, что совершенно другие тренды, опять же, должны закладываться сейчас в динамику рынка Форекс и касательно курса доллара. Обсуждая то, что происходит на рынке нефти, мы в качестве одной из причин, почему поддерживать с ралли, изначально говорили, что эта причина кроется в слабом долларе. Ну, действительно, поскольку стоимость на сырье номинирована в курсе американской валюты, любые изменения с обменным курсом напрямую отражаются на спросе. Чем дешевле, разумеется, доллар, тем более высокий спрос на нефть. И совершенно обратная логика, когда либо идет тренд укрепления доллара, либо рынок понимает, что дальше будет с американской валюты. И здесь, собственно, реакция по нефти, она была абсолютно такой голословной в рамках вчерашней торговой сессии. У нас не было другого фундамента, друзья, не было ничего суперинтересного непосредственно для этого сектора финансовых инструментов. Мы просто поняли, что так же, как и раньше, основным ведущим звеном была американская валюта, она сохранила за собой этот статус. Только в этот раз именно рост доллара и понимание веры в то, что вот это восходящее движение может быть продолжено, стало причиной распродаж, случившихся на рынке нефти. Ну, возможно, еще стоит сделать акцент на то, что трейдеры с большей осознанностью еще раз переварили последние цифры от администрации энергетической информации по объему добычи за прошлой неделю, когда производство нефти выросло на 128 тысяч только за неделю, до 9,87 миллионов барлей в сутки. Соответственно, я позволил себе такой вольный прогноз, что если и следующая неделя будет в соответствующем ключе по цифрам, то есть мы через неделю уже будем говорить с вами о планке в 10 миллионов баррелей в сутки по производству. Сегодня, как и всегда, заключительная сессия и день будет закрываться важным отчетом как раз для рынка нефти. Это статистика от нефтесервисной компании Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. И очень хочется, опять же, верить в то, что рост количества терминалов сможет усилить позицию продавцов и поспособствовать активизации распродаж. 70, друзья, мы обсуждали этот уровень по бренду неделю назад, мы говорим о нем и о сейчас. Каких-то мощных движений мы не видим, понимаем, что чем дольше цены держатся на этом рубеже, тем больше значимость у этого психологического сопротивления. И от того, насколько уверены трейдеры закрепятся выше либо ниже этой планки, ну, разумеется, я делаю акцент на нисходящую динамику, будет зависеть то, насколько быстро будет развиваться дальнейший тренд. Нужно еще терпеть. Это особенно такое напутственное для тех трейдеров, которые, так же, как и я, все-таки видят больше причин для продаж. Давайте ждать нефтяков, как и раньше, гораздо ниже текущих значений, как минимум рядом с отметкой в 65 долларов за баррель. Рубль 55,88. Здесь стоит отметить, что, возможно, локально рубль сейчас вдохновлен, опять же, налоговым периодом. Возможно, рубль, скажем, как внутренние директивные указания сейчас транслирует в своем курсе предстоящие выборы. Но, с другой стороны, хочется отметить, что мы можем смело поставить на то, что открытие сегодняшнего дня для пары доллар-рубль будет не очень хорошим. Но в данном случае рублю придется просить в любом случае, потому что рост доллара, который мы наблюдали, он пришелся, по сути, на последние минуты вчерашней торговой сессии. То есть тогда, когда торги на московской бирже уже не проводились. Поэтому сегодня, друзья, я уверен, мы снова окажемся выше 56. Я думаю, что будем говорить даже о котировках в 56.50. Упали доллар-рубль. Доллар японская иена, текущие котировки, которые мы наблюдаем, практически рядом с отметкой 109.50. Поэтому локальный минимум вчерашнего дня был на уровне 108.50. Напоминаю, что довольно интересным и вдохновляющим вчера было выступление Трампа, который сделал акцент на уже абсолютно другую позицию, нежели чем ту, которую делал акцент министр финансов Стивен Мнучин. И если раньше мы вынуждены были работать с идеей блага, скажем, для американской экономики слабого доллара, то сейчас убедились в том, что Трампа все-таки сетует больше за сильную американскую валюту. Ну и плюс ко всему, Кулуарно, опять же, я следил, скажем так, за дневным протоколом Доводского форума. Кулуарно уже после выступления Мнучина вчера он давал несколько интервью. И будто бы реально получив по шапке от более, скажем, видных чиновников, чем он, от собственного руководства, если в таких кругах вообще принято так говорить, ну, надеюсь, вы поняли, о чем я. Он попытался реабилитироваться, отметив то, что реакция рынка на его комментарии была действительно чрезмерной, и он не имел ничего другого, кроме как то, что американская экономика сейчас, в принципе, не имеет ничего против текущих котировок, и особо, собственно, руководство, в том числе и ФРС, не беспокоит текущей ситуации с курсом американского доллара. Но это было того, скажем, наиграно в плане комментариев, что, понятно, Мнучин пытался, опять же, вернуть надежду в доллар, к сожалению, ему это не удалось сделать, и Трамп, видя то, что Мнучин не развернул котировки доллара, опять же, обратными комментариями взял на себя эту функцию и задачу, и прекрасно с ней справился. Безусловно, курс доллара может показать совершенно другую динамику, снова оказаться под давлением до конца текущей торговой сессии, но все-таки на таком фундаменте, может быть, это и есть тот самый триггер и катализатор для роста доллара, когда сам Трамп сказал, почему для экономики нужна дорогая валюта. Выводы можно делать разные, друзья. Я предлагаю сейчас особо не лезть в деври, а просто отыграть простой комментарий, который настраивает на обычную логику того, что сейчас мы логично можем наблюдать укрепление курса национальной валюты, потому что комментарии президента США предполагали именно такую динамику. Мне, кстати, друзья, очень понравился один комментарий-пост от Bank of America, который снова в очередном на бюллетене для своих инвесторов, для трейдеров, для клиентов представили идею, почему уже до конца первого квартала евро-доллар может оказаться на отметке 1.10 и та же самая пара доллар-японская иена на уровне 120, один за один американский доллар. И аргументированная позиция была все-таки отсылкой снова на налоговую реформу, которая, как вы знаете, была связана еще и с репатриацией капитала. Мы, кстати, буквально неделю назад говорили с вами о том, что такой первой серьезной ласточкой именно возврата зарубежных активов выступила компания Apple. Собственно, они готовы были уплатить миллиаразовый налог на экстракционный капитал в размере практически 40 миллиардов долларов. И это уже тогда привело к росту курса доллара. Больше, чем фигуру доллара-японской иены прибавило только на этой новости. И вот Bank of America провели исследование того, как могут обстоять дела с этой инициативой, политическая реализованность и как эта идея и, наверное, полноценная реформа действительно может повлиять на корпоративный сектор дальше. Считается, что в перспективе ближайших лет, возможно, на это понадобится даже больше пяти лет, репатриировано может быть около 3,5 триллионов долларов. И раньше была позиция, почему доллар не вдохновлен этими комментариями. Ну, наверное, потому что активы, которые даже находятся за рубежом у компании вроде бы как американского происхождения, они уже в долларах. Поэтому, ну, каким образом это может повлиять на курс доллара? Сейчас Bank of America высказал довольно интересную идею, связанную с тем, что, ну, в принципе, весь этот пол о зарубежной ликвидности, он не может быть в американской валюте. И если даже допустить, что хотя бы 30% все-таки в альтернативных валютах, значит, можно говорить о одном триллионе, скажем, долларов, условно, которые номинированы в другом, скажем, в другой иностранной валюте. И если в ближайшее время, опять же, хотя бы часть небольшая этой суммы будет возвращена на территорию США, то, соответственно, речь может пойти примерно о 250-300 миллиардах долларов. И мы помним то, что уплата Apple 38 миллиардов долларов стала причиной роста курса доллара и японской иены на 100 пунктов. Соответственно, сейчас у нас с евро в 10 раз больше. Вот у нас и получается ориентир по паре доллара и японская иена на 1000 пунктов сейчас выше. Это, соответственно, курс 120. И если доллар все-таки воспользуется такой очевидной и вполне логичной, предсказуемой поддержкой, которую он должен воспользоваться, соответственно, европейская валюта тоже окажется под серьезным давлением, собственно, так же, как и прочие рисковые инструменты. Еще одна, друзья, идея, почему доллар нужно верить. Я уже много с вашими временем их предложил. Может быть, вы выбрали уже для себя какую-то более-менее интересную. Используйте ее, руководствуйтесь и верите в то, что доллар будет дороже. Я особую ставку на отдельную идею не делаю. Я просто понимаю, что такая общая, тотальная, мировая картина, она действительно складывается в пользу поддержки американцев. И в данном ключе, опираясь на фундамент, остается только верить, что эта поддержка придет в ближайшее время. Евро против доллара. Европейская валюта была в центре внимания. Это, безусловно, заседание Европейского центрального банка. Ставки без изменений. Волатильность бешеная. Первая реакция, как только драги начал вещать, евро вылезет в космос. В частности, хай составил 1,2537. Однако, после того, как на рынок все-таки в лице того же драги пришли комментарии с отсылкой на то, почему еврозона нуждается в экономических стимулах, все-таки трейдеры успокоились и поняли, что не стоит особо закладываться сейчас под скорые сроки повышения процентных хай оставок и выход из программы количественного смягчения. Потому что драги абсолютно, скажем, не двусмысленно, а вполне однозначно дал понять, что экономика, да, растет, но рост ВВП это не единственная цель для Европейского центрального банка, очень важный показатель инфляции. И, к сожалению, сейчас нет ни единого признака роста инфляционного показателя, роста инфляции. Это, я думаю, признание действительно проблемы, признание самым важным монетарным экономистом Европейского центрального банка, лидером мнения монетарного курса и политики еврозоны, лидером Европейского центрального банка. Для тех, кто все-таки закладывался под более скорые сроки нормализации, ну, либо у вас есть какой-то инсайт, и вы знаете, что драги на самом деле разделяют другую позицию, тогда вам нужно стоять в прежнему длинных позициях и ждать там 1,4-1,5 против доллара. Если быть реалистом и все-таки реагировать на то, что рынок дает в плане новостей и фундамента, здесь не очень высокая перспектива на то, что ралли евро может продолжиться. Поэтому, резюмируя то, что было сказано, драги, резюмируя, опять же, идею, которую я связал еще с будущим курсом доллара, ну, получается, что действительно у европейской валюты сейчас очень много рисков на сохранение нисходящей динамики. Дальше идем. Доллар канадец сейчас торгуется на отметке 1,2347. Друзья, я еще раз призываю вас к тому, чтобы вы рассмотрели возможность длинных позиций, потому что сейчас сегодня, по крайней мере, поводов для покупки этой пары гораздо больше, чем, к примеру, вчера. Хотя мы их даже вчера с вами находили. С чем сегодня, опять же, связан еще больше оптимизм? Ну, с тем, что доллар развернулся, это раз. А с тем, что у нас нефть пошла вниз, это, собственно, еще один аргумент. Нужны еще доводы? Пожалуйста. Вчера вышел отчет по ручным продажам Канады, который оказался хуже некуда, но целых 0,2% в месячном выражении с 1,6 и в 4 раза хуже, чем прогноз. Напоминаю, что розница – это тот индикатор, который отражает активность потребителей, а по активности потребителей мы можем судить по инфляции. А зная, что происходит с инфляцией, можем говорить и о процентных ставках и действиях регулятора, который отвечает за них. Соответственно, если розница у нас просела, я думаю, что сегодня у нас будут довольно слабые цифры по индексу потребительских цен, и, соответственно, у нас будет повод снова поставить против канадца, то есть покупать доллар против канадца, покупать пару, доллар – канадский доллар. Есть ли еще аргументы и сигналы в пользу? Вчерашний комментарий полза, который возглавляет канадский регулятор, гласят следующее – экономика, числительная к процентным ставкам, дальнейшее решение по ним будет зависеть от статистики, и при необходимости мы готовы снизить даже ставки, если поймем, что потребители плохо адаптируются к более жестким условиям кредитования, и, соответственно, прошлое решение и решение по ужесточению политики приводят к вселению давления на индексы потребительских цен. Вот вам, пожалуйста, куча поводов, почему доллар-канадец – прекрасная долгосрочная сделка на покупку. И все это, скажем, будет под крышей еще более серьезного фундамента – это переговоры по нафто североамериканскому торговому альянсу. И, судя по тем новостям, которые отдельно, скажем, касались этой темы, я бы сейчас не стал закладываться под чрезмерный позитив того, что переговоры будут исключительно позитивными. И хотя бы только потому, что мы несколько дней назад с вами сделали вывод о том, что штаты начинают реально склоняться в пользу самой настоящей протекционистской политики, защищая своих производителей. Поэтому риск того, что переговоры по нафто провалятся, да и более того, риск того, что этого соглашения через какое-то время и ворусе больше не будет, высок. Для канадца это самый страшный, опять же, сценарий, который может обвалить его больше, чем на полторы-две тысячи пунктов. К этому тоже нужно быть готовым. Фунт отступил немного по факту роста доллара, но все равно находится довольно высоко. Сейчас мы наблюдаем котировки рядом с уровнем 1,42, продолжаем верить в британца. Сегодня выступление Карни, председателя Банка Англии, ждем поддержки от него, поскольку думаю, что придется говорить про перспективу повышения процентной ставки. И любой комментарий, то, что Банк Англии остается на пути более жесткой политики, будет позитивно воспринято покупателями британца и позволит этой валютной паре забраться еще выше. Также сегодня у нас статистика по экономическому росту по ООП Англии в 12.30 по московскому времени. По ожиданию, в принципе, неплохие цифры. Еще очень близкий по срокам локальный фактор поддержки для нашей позиции. Новозеландец, друзья, вчера я упустил, его сегодня стараюсь реабилитироваться. Новозеландский доллар получил очень серьезный сигнал на коррекцию. И этим сигналом выступила статистика по инфляции. Собственно, индекс потребительских цен, это данные, которые мы анализировали на азиатской сессии четверга, просел с 0,5 до 0,1 квартального выражения и с 1,9 до 1,6 годового. Соответственно, на фоне низкой инфляции, резервный банк Новой Зеландии сделал комментарий о том, что нет никакой срочности для данного регулятора, для них, чтобы, скажем, присоединяться к ФРС, присоединяться к Банку Канады и тоже рассматривать возможность повышения процентных ставок. То есть резервный банк Новой Зеландии подтвердил то же самое, что мы слышали от резервного банка Австралии, то, что эти регионы будут по-прежнему привержены мягкой экономической политике. Выводы какие, друзья? Курс должен слабеть. Поэтому, как австралийца, мы с вами продаем еще с отметки 0,80, так и Новой Зеландца сейчас очень хорошего уровня, чтобы поставить на долгосрочное ослабление. И с событий сегодняшнего дня, в 12.30, как уже было отмечено, ОВП Англии, в 16.30 статистика по экономическому росту США, также в этот момент, в этот период времени выйдут и заказы товаровительного пользования. В 16.30 инфляция в Канаде, ждем слабых цифр и давления на канадский доллар, замыкать день будет выступление Карни, поддержка для фунта и статистика Бекер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов в США. Ждем, что распродажи на рынке нефти будут продолжены. Друзья, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Тем, кто присоединился к нам в прямом эфире, не забывайте, что каждый день мы анализируем ситуацию, сложившуюся на финансовых рынках. Проходят прямые эфиры в 9.30 по московскому времени. Чтобы попасть на них, достаточно установить программу «Перископ» на ваше мобильное устройство. Те, кто не имеет возможности присутствовать в прямом эфире, у вас есть хорошая возможность посмотреть уже запись на нашем канале на YouTube. Контент и материал всегда доступен после того, как мы заканчиваем очередную сессию брифинга. Соответственно, друзья, хорошего, во-первых, закрытия недели. Я надеюсь, что мы сможем еще немножечко выжить из роста доллара, из слабости евро. К этим трендам вернемся уже на следующей неделе. Проведите выходные хорошо, отдохните, потому что на таком волатильном рынке, конечно же, нужно иметь хорошее расположение духа, хороший настрой и, наверное, не менее важна психологическая стабильность, которая для финансовых рынков, для работы над них с учетом рисков, которые сопряжены, наверное, одни из самых главных составляющих вообще для удачного трейдинга и для контроля за всем, что на этих рынках происходит. Увидимся с вами в понедельник уже, снова в 9.30 по московскому времени. Также в понедельник у нас пойдет и вебинар, на который я с огромным удовольствием всех вас приглашаю. Хорошего выходных, всего доброго, до свидания.